Всем привет, ребят! Это я, Ромчик. Узнали меня. Добро пожаловать на канал Пирожок с Ничем. Прошёл стрим на канале Пирожок с Ничем. Давайте сразу, вы напишите в комментариях, кто был на стриме и кто, к сожалению, не успел. Прямо сейчас сделайте это. Напишите в комментариях. Сегодня мы продолжаем выживать на самой старой версии Майнкрафта. На стриме мы много чего сделали. И я вам сейчас всё покажу. Во-первых, посмотрите на сундук. У меня теперь дофига ресурсов, потому что всё это делали мы с вами на стриме. У меня даже бронька появилась, да. Если вы не смотрели этот летсплей, то посмотрите его с первой серии, а потом начинайте просмотр вот этой уже. Серий не так много, всего лишь две вышло. Это будет третья у нас, по сути, да, если я не ошибаюсь. Ну так вот, короче, объясняю. Во-первых, ребята, те, кто не успели, ну и не надо. У нас почти миллион подписчиков. Оооо, дождь! На этой версии Майнкрафта добавили дождь. Я впервые это вижу, но это очень странно. Ладно, начала какая-то жесть в старом Майнкрафте происходить. Я вам сейчас всё расскажу по порядку. В общем-то, ё-моё, мне показалось, что у той свиньи белые глаза. Не-не-не, ребят, такая дождливая погода. Блин, как уютно на этом канале. Дождливая погода, уютный домик. Старая версия Майнкрафта. Мы сидим дома. За окном, возможно, ходит херобрин. Возможно, что-то страшное происходит. Там мы с вами сидим. Нам хорошо, нам тепло, нам отлично. Ну так вот, рассказываю. Что произошло? Во-первых, у нас почти миллион подписчиков. До миллиона осталось четыре тысячи подписок. Четыре тысячи мест. Успей подписаться, чтобы потом говорить. Я смотрю этого человека до миллиона подписчиков. Успей, дружище. Совсем немного. Говорим, у меня осталось буквально четыре тысячи. Может быть, даже на момент выкладки этого ролика уже две тысячи или три тысячи. Я не знаю, но поэтому успей. Просто успей. У тебя меньше суток осталось. Дружище, давай пополни наши ряды. И также не забывай ставить лайки и подписываться на этот канал. Ну так вот, был стрим. И мы решили отправиться в путешествие. Я отправился в путешествие. Я ходил, ничего не замечал такого необычного. Была обычная погода. Все обычное было. Это на стриме было все. Вот. Я иду. Те, кто были на стриме, кстати, подтвердят это. Я иду, 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 иду. И что-то мне как-то скучно стало. Я решил призвать Херабрина. Ну как? Мне казалось весь поход, что за мной кто-то следит. Реально. Мне весь поход казалось, что за мной кто-то следит. И я говорю, ребят, как загреть Херабрина? Все говорят, построить крест. Я построил крест очень далеко, очень далеко я построил крест, и после этого начала твориться чертовщина. Я не знаю, если в интернете запись этого стрима, если есть, вы будете в шоке. Кто-то копал блоки возле меня, кто-то ходил прям за моей спиной, кто-то хотел меня уничтожить, кто-то вокруг меня спавнил мобов, ребята, кто-то строил очень странные постройки по типу креста на полу, там, дырки идеально ровные, воду разливал вот так вот бесконечным источником идеально ровно, а вокруг никаких океанов. Это реально было очень все странно, очень все страшно, и после этого вот началась вот такая вот плохая погода, я не знаю, добавили на эту версию Minecraft, не добавили, но погода реально началась плохая, и как мне кажется, я разбудил Херабрина. Мне кажется, реально это на стриме произошло, и теперь Херабрин следит за нами, и это не есть хорошо, на самом деле, ребята, это вообще не есть хорошо. Реально Херабрин может в любое время атаковать меня, или я не знаю, что сделать. Я, ну короче, я очень сильно боюсь теперь выживать на этой старой версии Minecraft, но я попробую продолжить, ребята, да, дождь идет, все-таки идет дождичек. Ладно, хорошо, забьем на этот гребаный дождь, у меня сейчас другое в планах, у меня сейчас совершенно другое в планах, а то, блин, хочу пережить, я не могу спать, нет, я, к сожалению, спать пока что не могу. О, чат есть? Нет, чата нету, я пытаюсь открыть чат, чат не работает на этой версии. Ну ладно, короче, у нас есть два алмаза, я хотел на Хергу их потратить, но мне кажется, я потрачу их на меч алмазный, потому что Херабрин может в любое время прийти. Ладно, на самом деле, я хотел сегодня обустроить свою... Вы это слышали? Что происходит, ребят? Черт возьми, что происходит? Смотрите. Это жесть какая-то, мне... Ребят, мне это вообще не нравится. Слушайте, если я... Если я заснял Херабрина, ребятки, и не заметил этого, то напишите в комментариях. Вы его видите где-нибудь? Он где-нибудь есть или нет? Я просто... Ладно, давайте забьем, я не хочу больше там находиться. Ребят, мне очень страшно выживать на этой версии, поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской. Еще немного будет миллион на этом канале. Блин, это просто жесть. Это просто жесть. Ладно, хорошо. Окей. Давайте лучше будем дальше развиваться, и... Мне что-то как-то не по себе, и очень-очень страшно, вот что я вам скажу. Поэтому я хочу сделать эту комнатку уютной. Да, я решил сделать себе собственную комнату, потому что... Ну вот тут в земле жить это не круто. Я хочу уютную комнату. От слова уют. У. От слова уют, ребят, да, понимаете? И я хочу реально сделать красивенько, красивастенько, и чтобы все было нормалюсь, так сказать. Поэтому давайте все будем тут нормально выкапывать. Смотрите, слушайте, а что себе... Не, сундуки лучше, наверное, туда воткнуть, да? Блин, я не знаю. Короче, ладно, пофиг. Будем вот так вот застраивать. Слушайте, а там далеко вообще, да? Ой, тут недалеко, ребят, тут недалеко. Может, стеклянный потолок сделаем? Как вы смотрите на это? Я просто не знаю. Я готов любой поддержать ваше решение. Только, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, потому что мне одному страшно, ребят. Вы серьезно? У меня дерево заканчивается. Надо рубить идти. Надо идти рубить дерево. Не очень хочется. Если честно, давайте, может, лучше реально дома останемся. Ну, меня реально страшно. Ну, бред какой-то. Реально бред. А-а-а, свет, 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 да будет свет. Все, свет есть, хорошо. Свет, свет хорошо. Представьте, ребят, прямо сейчас мы сидим, а сзади у нас за спиной херабрин. Да вроде нет никого. Ладно. Хорошо, я уже начинаю себя придумывать. Я хочу выйти нарубить деревьев. Я хочу поспать. Я хочу поспать. Конечно же, баги в Майнкрафте. Э, а что я не могу спать? Я во время дождя типа спать не могу? Или что за... А, вот, теперь могу почему-то. Теперь почему-то могу. Ну, ладно, окей. Это странный Майнкрафт, он работает по-странному. И, ребята, вот началось утро, наконец-то. Утром будет спокойнее. И дождь прошел. Фух, наконец-то, ребята. Это было реально очень... Ребят, вы это видите? Там что-то горит. Там кто-то ходит и горит. Там кто-то ходит и горит. Ребят, я реально, кажется, призвал херабрин. На. Ну нафиг, ребят. Ну нафиг. Ну. Э. А где? А где это горячее существо? Это не нравится, ребят. Мне это вообще не нравится. Мне не нравится выживать на этой страшной версии. Мне реально очень страшно. Мне кажется, херабрин рано или поздно нападет на меня. А если он нападет на меня, я не знаю. Я никогда больше не зайду в Майнкрафт. Ну его нафиг. Это реально... Мне страшно, ребят. Если честно, мне страшно. Мне страшно, что в один момент все мои постройки просто уничтожатся этим херабрином. Да и вообще как-то не по себе, если честно. Страшно жить. Страшно. Страшно стало жить, ребятки. Вот. Ой, лопата идеально у меня как раз сломалась. Ой, ну нафиг, ребят, такое испытывать. Это реально стресс. Записывать эти видео это стресс. Поэтому обязательно ставь лайк и подписывайся. Ставь лайк и ты меня можешь подбодрить только так. Только так. Ну что, ребят, будем делать, так сказать, стеклянный потолок? Я думаю, что будем. Почему бы и нет, как бы, да? Давайте сделаем его. Только мне нужно все это выкопать для начала. Чтобы тут мне ничего не мешало сделать мой чудесный, чудотворный стеклянный потолочек. Так, давайте выкопаем вот тут всю территорию. Да и, в принципе, вот тут вот тоже можно. Так, как я буду делать? Смотрите, я планировал сделать так. Я хочу сделать один уровень так. Во-первых, вот тут вот блок лишний стоит. Во, вот так вот. Я планировал сделать один уровень вот таким вот образом. То есть вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И наверх уже поднять стекло. Сейчас я покажу, только мне нужно будет стекло накопать. Блин, на пляж не хочу идти. Там страшно, ребят. Там, если честно, тоже страшновато. Вот что я вам скажу. Во, вот так вот. И сверху уже стекло положить. И прямо сейчас давайте отправимся за песком, потому что песка у меня совсем нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, да, можете меня в чате обзывать кем угодно. Трусом, сыкунишкой и так далее, но я реально боюсь. Это реально страшно, вы представьте. Это вы смотрите вам хорошо, а мне страшно. Вы бы видели лица людей, которые присутствовали на стриме. Вот подтвердите, те, кто были на стриме, стрим был жутковатым. Жутковатым. Вот у Топовского, у Пикселя, у всех-всех стрим был добрый. А у меня довольно-таки жутковатый, ребятки. У меня довольно-таки жутковатый. Даже на канале Компот был стрим добрый. А вот на канале Пирожок с ничем был жутковатый. Это потому, что мы не играли в мини-игра, а играли вот на этой старой версии Майнкрафта. Ходили в путешествия, построили крест. И где-то сейчас в мире находится крест из булыжника. Да, он еще не возле моего дома. Он довольно-таки далеко находится отсюда. Но тот факт, что он там находится, уже как бы стремноватый. Стремноватый. Ну а так, ладно, хорошо, давайте пусть плавится у нас это все. А я тем временем заложу первое стекло. Вот сюда. Можете меня поздравить. Первое стекло заложено. Так, для начала я хочу перенести все туда. Я не хочу тут ночевать. Я хочу ночевать в своей красивой светлой комнате. И я планирую сделать так. Смотрите, поставить сюда две кровати. Сейчас вторую скрафтим, в принципе. То есть, чтобы была двуспальная, удобная, хорошая кроватка. Берем, ставим ее вот таким вот образом. И я также хочу скрафтить побольше сундуков. Я боюсь ломать тот сундук, который у меня стоит уже здесь. Сейчас вам покажу, про какой сундук я говорю. Только надо вот побольше скрафтить его. Так, так, отлично. Вот этот сундук не хочу ломать, потому что, по-моему, предметы уничтожатся. Это же старая версия, она же багуется, как не знаю кто. Так, если я блок сверху поставлю, если я блок сверху поставлю, не открывается. Так, мне интересно, а если я сундук сверху поставлю, откроется? Просто это старая версия, не может что угодно ожидать. Давайте проверим это прямо сейчас. Так, сундук ставим наверх и... Не открывается! Вы серьезно? Вы серьезно? А если под стекло? О, под стекло открывается. Слава богу, ребят. Слава богу, под стекло хотя бы открывается. Тогда поставим вот так вот, а то сюда повесим какие-нибудь картины. Слушайте, картины на этой версии присутствуют? Если присутствуют, я хочу скрафтить. Ну, точнее, не картины, а рамки. Ну и картины вообще тоже желательно было бы. Давайте проверим, как это у нас на этой версии работает. Посмотрим. Так, о, картины, слава богу, слава богу. А рамки? Рамки работают. Ладно, рамки, наверное, у меня палок сейчас не хватит. Да, у меня палок нифига не хватит. Забьем на это. Лучше давайте заберем отсюда все стекло. И будем прямо сейчас его вешать как-нибудь красиво. Также мне бы нарубить сходить побольше дерева, потому что у меня опять-таки оно кончилось. А мне еще сундуки крафтить, верстаки крафтить, и дела крафтить. Господи, чего вы меня так пугаете? А еще больше меня пугает вот эта вот огромная черная дыра. Ладно, хорошо. Хорошо, нужно быть просто спокойнее, ребят. Нужно быть спокойнее и ничего не бояться. Нужно быть спокойнее, да. Кто это говорит? Роман Компост. Здрасте всем. Привет всем. Теперь вот так вот делаем стекло. То есть, вот так вот аккуратно нужно быть, аккуратно нужно быть. Вот так вот ставим стекло. Дальше, что я хотел сделать? Я хотел повесить сюда картину. Блин, а только такая? Нельзя двухъярусную. Ладно, давайте скрафтим еще. В принципе, дерево я добыл. Можем скрафтить, я думаю, еще одну картину. И что-нибудь интересное на ней изобразить. Ну, что, типа я рисую картины, да? Йоу-йоу-йоу. Вот так вот. Во, чудесно. И еще мне нужно скрафтить еще один сундук. Поэтому давайте перекрафтим это все. И сделаем еще один сундукан. Вот, сундукан готов. Блин, тут сундуки такие смешные. Они такие толстые, такие жирные, прикольные. Вот, прям как я. Да, конечно же. Не забываем про шутки, шутки. Так, еще я бы скрафтил верстак и поставил его в эту комнату. Ну, пусть будет. Почему бы и нет? Пусть будет где-нибудь вот тут вот. Слушай, а может как в кузнице сделать? Давайте как в моей деревенской кузнице, ребят, сделаем. В обычной версии Майнкрафта. Вот верстак посерединке, а печки сверху и снизу. Так-так-так-так. Ну все, я думаю, мне хватит стекла. Надо уже заканчивать его плавить. Так, мне нужно две печки. Одну мы скрафтили. Так, еще булыжник есть. Ну, конечно. Вот булыжник у меня... Хоть завались, ребят. Булыжника у меня реально полно. Берем вот так вот. У нас две печки готовы. Одну ставим вниз, другую ставим на вверх. И теперь мы берем наше восемь стекло, которое у нас переплавилось. И начинаем все закрывать. И тадам! Ребята, все. Мы в безопасности. Давайте сэкономим уголь и больше не будем ничего плавать. Фух, ребят, мы сделали с вами уютненькую комнатку, в которой можно переночевать ночь. Смотрите, она реально прикольно вышла. Прикольно вышла комнатка. Прикольно. И вот тут реально можно спокойно жить. Ребята, в общем-то, эта серия закончится. В этой серии, как мне кажется, нас потревожил херобрин. Мне кажется, что я реально его разбудил. Я не знаю. Напишите ваше предположение в комментариях. Если вы заметили какие-то странные моменты на моем видео, то оставляйте тайм-коды. Я, возможно, даже самые эпичные тайм-коды лайкну. Поэтому оставляйте и, возможно, даже вставлю в следующее видео. Поэтому ставь лайк. Подписывайся на канал, пожалуйста. Сделай это. И поставь лайк. Давай наберем на этом видео полно лайков. Всем удачи, всем спасибо и пока.